Сзади ребята и депутаты и все. Но мне кажется, два момента, ну не упомянули, что ли. Может быть, да, акцент. Первое, что я хочу сказать, это то, что этот объект передается в управление СГБ. И второй, по какому мотиву он передается в СГБ. Значит, начну со второго. Было сказано, что в советские времена, когда этот объект строился, он строился при поддержке или ведомстве на КГБ СССР. И теперь на этом основании наша власть считает возможным передать его в оперативное управление СГБ Абхазии. Знаете, мои дорогие, если мы по этому будем идти дальше, и все ведомства Советского Союза, которые имели бы какое-то отношение к каким-то объектам в Абхазии, нас-то далеко заведет. Да может получиться так, что завтра к вам придут, там вы орендуете любой объект, это будет туристический, или там, не знаю, продовольственный, или магазинный, или промышленный. Ты скажешь, знаете, мои дорогие, МВД СССР к этому имело какое-то отношение, теперь МВД Абхазии будет в оперативном обедомстве, и мы изменим наши договорные отношения. А потом придет армия, а потом придет, я не знаю, пожарная команда и так далее, и так далее. И это я воспринимаю только как одно. Но это отогнать абхазский бизнес и абхазских граждан от абхазских активов. Почему это происходит именно сейчас? Вот вы не задаете себе вопрос, почему это не произошло 15 лет назад, 10 лет назад, даже 5 лет назад. Я думаю, это понятно, и это видно. Потому что Абхазия, благодаря вот этим людям Гагани и блокам, которые здесь взяли, выдержала, сохранила свои активы, и эти активы растут в цене. То, что сегодня стоит 100 долларов, или там 100 рублей, завтра будет 1000 стоить. Ну вы завтра не будете хозяем этих активов, это будут другие люди, другие граждане. Я воспринимаю все, что сделано, последние все инициативы нашего правительства, именно в этом контексте, без суверенизации абхазии, вы понимаете. На всех уровнях. В законопаркномерах это то же самое. Просто вас отгоняют от туристического бизнеса, завтра иностранные граждане будут на вашем месте этим заниматься. Они будут открывать здесь парикмахерские банки, магазины, а вы будете приходить туда покупать. Вместо того, чтобы они приходили к вам, покупали. Потому что это ваша земля, это ваша земля. Это первое, что хотел сказать. Второе. Вот я хочу обратиться к ребятам из СГД. Вы сами себе вопрос не задаете, почему вас определили в качестве оперативных управляющих туристического бизнеса? Вы когда-то этим занимались? Вот я, гражданин, я сюда пришел не диму и гену защищать, я себя пришел защищать. Потому что я считаю, это, вот это, где я стою, это своей собственностью. Понимаете? И я хочу, это моя собственность, чтобы управлялась профессионалами. А я хочу, чтобы СГД, которые я тоже плачу налоги, и я их на работу взял, и я очень люблю эту фигуру. Я хочу занимались, чтобы они дем, чтобы сюда и помни завозили, чтобы когда маниноговое оборудование завозят, они проверяли, это правильно, неправильно. Я хочу, чтобы когда аэропорт берет в производство компанию, которая 100 тысяч на счету, чтобы они смотрели, что вообще, какой-то соответствует моей безопасности. Нет, вот ваша работа, за которую я вам деньги плачу. Извините меня. А заниматься государственным имуществом, то есть это есть госкомпания, или как это имущество. Государственная имущество. Государственная имущество. Я хочу сказать, что мы представляем здесь наше государство, и мы никому его не отдадим. Никому. Ни по самжиту, ничего другого. Это останется нами, нашим детям. А кто манипулирует, вот, в качестве наперстника, отпускаем в других местах это делают. Здесь-то не получится. Я извиняюсь, я не знаю, не знаю, не знаю.